Здравствуйте! Вы находитесь на канале Ирина Лазарева. Сегодня я вам хочу показать супер раствор для побелки наших деревьев. Я им тоже научилась недавно, ну и хочу показать, как я это делаю. Берем раствор садовый, специально защита наших деревьев, садовая побелка. Так, здесь 2 килограмма. Берем 2 литра теплой воды, где-то 35-30 градусов, чтобы она была. Для чего мы берем деревья весной? Для того, чтобы не было потресками наших стволов, чтобы не было никаких грибков, не было там никаких микробов. Для этого я вам сейчас все покажу, что я добавляю. Так, размещали. Тут, наверное, еще добавлю. Так, сюда мы еще добавляем 2 чайных ложки нервного купороса. Для того, чтобы не было убить все микробы, какие у нас там за зиму собрались. Так, 2 чайных ложки. 100 граммов воды. Метер разбалляю. Метер разбалляю. Заливаю. Размешиваю. Возмешиваю. У нас такая получается не жидкая, не густая, а такая вот средненькая. Ассистенция вот такой у нас густоты. Так, что сюда еще я добавляю? Для чего я добавляю? Это эмиссионная водная белила или краска, как она там правильно называется. Для чего я это делаю? Для того, чтобы у нас вот пойдет дождь и вот эта наша вся побелка, она вся смоется. Вот для этого, чтобы она не смылась и не делали мы дважды одну и ту же работу, я добавляю вот эту краску. На этих 2 литра, что я здесь развела, здесь будет где-то 2 литра. А пол-литра здесь литр, этот стакан, я пол-литра. Добавляю сюда. Все это размешиваем. Для чего мы это все делаем весной? Для того, чтобы не рос никакой грибок и не обжигал от температуры наш ствол. Сейчас у нас что было? Пока нет листьев на деревьях, что у нас горит ствол, трескает все. Нет никакой защиты, потому что нет листьев. И еще причина, для того, чтобы нам почки, которые они будут набухать, чтобы нам продлить немножко, чтобы они позже набухли эти почки. Для чего? Потому что у нас будут скоро заморозки. И вот чтобы они не померзли, мы продляем немножко жизнь. Так, что же сюда еще мы делаем? Я сюда еще добавляю песок. Добавляем песок для чего? Для того, чтобы если все какие-то споры на стволах, оно все эти дырочки, ямочки на стволах, все выравнивает, ничего нет. Да, она нечисто будет белая, но когда высохнет, будет беленькая. И она у вас, эта побелка не сойдет очень долго. Так, ну надо, чтобы она минут 15 постояла, дошла эта вся побелка у нас. И мы пойдем сейчас к... Ну вот прошло 15 минут, мы пришли к нашим деревьям, то есть на данный момент сейчас у нас сливы. И вот перед тем, чтобы нам побелить, мы берем вот такую, я у мужа сделала шутку по металлу, и почистим, если есть где, какой грибок. Мы его чистим. Обрезали все сухие сучки. Вот так мы его обчищаем. И мы берем, чтобы плотно легла наша побелка. Для чего мы белим? Я уже говорила, но немножко повторюсь. Чтобы наши сливы и яблони не погибли в короткий срок. Почему? Как некоторые скажут, раньше никто не красил, не белил, и все было хорошо. Я вам скажу, ребята, раньше были сорта, а сейчас гибриды. Гибриды, вы сами знаете, если что-то не так, они быстро погибают. Мы много чего покупали, много чего у нас погибало. Поэтому раньше плодоносили яблони, и никто ничего это не белил. Когда наши бабушки, дедушки были, и все плодоносило. Сейчас, если мы этого делать не будем, мы будем погибать. Вот я песочек добавляла. Я его постоянно помешиваю, чтобы он поднимался, цеплялся за кисточкой. И вот так у нас каждую пору она будет песок этот закрывать, чтобы не трескался ствол у нас от перепада температуры. Вот. Мы еще, что еще делаем? Мы удлиняем, или как сказать, вот почки набухают, а если мы белим, то мы продляем срок распускания почек. А это чего дает? То, что всегда бывают у нас морозы. И не только у нас, это везде. И поэтому они распучатся намного позже, и мороз им уже будет не страшен. Белим мы, конечно, стараемся повыше захватить и ветки. Вот так. Я по профессии не агроном, но я любитель садовод. И я просматриваю все варианты, способы по белке стволу. И вот мне этот рецепт понравился. Он не смывает после дождя. пройдет дождь, его не смоется. Если мы побелим, вернее, извиняюсь, вот здесь у нас дырочки. Мы сейчас, чтобы они полностью, вот так полностью туда, чтобы их сток нам туда не залез. Никакой микробчик. Вот так мы его берем. Это супер такой рецепт бомбический, что не смывается. Я раньше делала за место песка, я сюда еще добавляла глину. Но это за место песка. То есть все вот так. Но я сюда добавляла глину. Это тоже помогает тоже не растрескиваться. И каждый шов, каждая вот дырочка здесь на стволе, она вся замазывается. Сюда мы подошли вот к старой яблонке. Она очень старая. Я ее уже почистила, чтобы время вам долго не сидеть, муторно не смотреть. Вот видите, такой ствол. Это уже старое дерево. И вот мы будем его туда хорошо продевать, чтобы все полностью туда все вошло, чтобы тоже к нам никакие козерки туда не залезли. Вот так мы будем его покрывать полностью. Если вам понравился рецепт и вы не запомнили, или вы не поняли, как тебе, может быть, объясняла, можете написать в комментариях. я вам распишу, как я это делаю. Вот в этом году я сделала с песком. Раньше я делала слины, добавляла глину. И тоже было все хорошо. Но в этом году я решила попробовать другим рецептом. если кому понравится, можете попробовать. Вот так вот мы все яблонки обойдем, все побелим. Или побелим, как там правильно сказать, чтобы спасти их от разных жучков, паучков. Здесь у нас медный купорос добавлен был, чтобы никакой инфекции не было. Ну, посмотрим, что будет летом, какой урожай нам яблонка даст. Спасибо, что вы были, смотрели. Занудный мой разговор. Так что только делать это все нужно в сухую, безветренную погоду. Солнечную желательно, чтобы не было дождя, чтобы она успела вот, белила это все подсохнуть. И тогда можете не бояться, что она смоется от дождя. Если бы просто побелку, то она бы смылась и вам пришлось бы еще раз смазать. Поэтому мне кажется, этот бомба такой раствор поможет нам от лишних хлопот. Если кому понравилось, заходите, лайкайте, пишите комментарии, что знаю, отвечу. Всем хорошего настроения, всем хорошего дня. До новых встреч.